Измена там, где не ждали. Ну, почти. Да, у нас снова Илон Маск. Бойцы ВСУ начали массово жаловаться на ужасную работу Старлинка. Как пишут военные, в последнюю неделю скорость интернета на Донбассе уменьшилась. Также на работу Старлинк жалуются и гражданские. И похоже, это не просто сбой, а Илон Маск продался за 3 рубля. Иначе я не знаю, как объяснить следующую новость. У оккупантов, которые, между прочим, под санкциями, теперь тоже есть Старлинк. Его туда массово начали поставлять через Дубай. Аккаунты активированы и работают на оккупированных территориях. Эту информацию подтверждают и военные. То ли наркотики так влияют на Маска, или так он решил, что сможет управлять войной, непонятно. Но понятно, что россияне пытаются как можно скорее на оккупированных территориях укоренить Россию. Кроме того, что Старлинки возят именно туда, да еще и сервисы Google пытаются заменить российским Яндексом. Причина проста. Там должен быть только российский информационный пузырь. Начали с юга. Там заблокирован доступ уже в ряде населенных пунктов. И, конечно, без помощи скоростного интернета это не обошлось. Такое усиление для военных РФ очень хорошо, ведь связь на фронте важна. И это не просто вмешательство в войну со стороны Маска. И такое уже не в первый раз. На проблемы спутникового интернета украинские военные жаловались и раньше. Причиной расследований стала ситуация, когда во время операции Украины в Крыму, где планировалась атака на российский флот, сеть вообще была отключена. Уже тогда на Маска посыпалась куча обвинений, а Подоляк предложил вообще ему определиться, на чьей же он стороне. Сам Илон Маск обычно отвергал обвинения, а в SpaceX предупредили, что не нужно Starlink использовать как оружие. А позже Маск заявил, что ограничивает использование его интернета во избежание начала Третьей мировой войны. А уже сегодня стало известно, что Илон Маск вообще призывает посадить каждого, кто будет вводить санкции против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с Путиным. А как вы считаете, что затеял Илон Маск? Неужели берет курс на Кремль? Пишите свое мнение в комментариях. Пишите свое мнение в комментариях.